Всем привет, с вами Чарли и сегодня я хочу поделиться своими предположениями о том, что нас ждет в седьмом сезоне Игры Престолов. Начнем с Королевской Гавани. Итак, новой королевой Сторосия в конце шестого сезона становится Серсея Ланнистер. И хоть Серсея теперь и сидит на железном троне, фактически у нее нет никакой власти. Она правит не семью королевствами, а одной только столицей. И это даже не правление, а взятие в заложники. Жители Королевской Гавани будут запуганы режимом Серсеи в новом сезоне. Все будут помнить, как именно Серсея расправляется с неугодными ей людьми. Пташки будут доносить королеве то, что они говорят на улицах. А Сир Грегор Клиган уже будет разбираться с этими болтунами. В общем, в городе будет царить страх и тоталитарный режим. Но, как я уже говорила, семь королевств не будут под властью новой королевы. Самое многочисленное королевство Север явно обрело независимость и выбрало своим королем бастарда Нейда Старка. Разумеется, ни Джон Сноу, ни Санса Старк не поддержат Серсею. Дорн под предводительством Песчаных Змеек и Простор под управлением Алены Тирол перешли на сторону Дейнери Старгариен и отдают ей свою поддержку в борьбе за Железный Трон. Оно и понятно, Серсея сожгла заживо всех наследников дома Тирол, а Песчаные Змейки испытывают лютую ненависть к дому Ланнистер за убийство Элли и Мартелл, ее детей и смерть Оберна Мартелла. Хотя в последней виноват только он сам. Ну да ладно. Долина Арен находится под властью Мизинца, а он уже поддержал дом Старк в битве бастардов, так что у него уже не получится, как раньше, делать вид, что он предан короне. К тому же рыцари Долины в последнем эпизоде 6 сезона почему-то яростно выкрикивали имя Джона Сноу как короля Севера. Хотя какая им вообще разница до Севера и ее правителя? Мне до сих пор непонятно. Штормовые земли вряд ли появятся в новом сезоне, так как дом Баратеонов, управлявший им, вымер. Речные земли были под контролем Ланнистеров, благодаря Джейми, когда он в 6 сезоне вернул Риверан Фреям. Но теперь лорд Уолдер Фрей убит. Многочисленные наследники наверняка будут заняты тем, что попытаются захватить власть. Им будет не до того, чтобы служить Ланнистерам. Остаются Железные острова. Тут ситуация поинтереснее. Яра и Теон заключили союз с Дейнерис в обмен на независимость Железных островов. Тем временем на Пайке правит их дядя Эурон Грейджой. Он уже не может претворить в жизнь свой план, захватить в Железный трон через брак с Дейнерис Таргариен. Но теперь у него есть новая королева на примете, которая уже восседает на Железном троне и которая не помешает помощь Железных островов в качестве союзников. Особенно учитывая тот факт, что вердных сюзеренов у нее практически нет. Теорию о том, что Эурон и Серсея объединятся в 7 сезоне, косвенно подтверждает новая глава из Ветров Зимы. В ней по вам выступает Эйрон Грейджой и повествование ведется во время его плена на молчаливые, огромные ладея Эурона Грейджоя. Так вот, в этой главе есть любопытное видение. Эйрон видит своего брата на Железном троне, а рядом с ним высокую женщину с руками объятыми пламенем. Когда я разбирала новую главу в отдельном видео, я предполагала, что женщина в видении это именно Серсея Ланнистер, так как она будет становиться все более и более безумной и в конечном итоге подвергнет город огню. Предсказание сбылось частично, Серсея сожгла не целый город, а лишь великую септу Бейлора. Мне кажется, в этом видении речь идет именно о Серсея, хотя бы просто потому, что больше никакой другой женский персонаж под описание не подходит. Это не Дейнелис, так как она небольшого роста, а женщина в видении высокая. Вряд ли это Мелисандра, так как она вообще не имеет никакого отношения к событиям на Железных островах и вряд ли будет следовать за Эйроном, учитывая то, что она поддерживает только возрожденного Азора Хая. В книгах она считает, что это еще живой Станис Баратеон. В сериале она верит, что это Джон Сноу. В общем, она последует только за этими двумя мужчинами, но никак не за Эйроном Грейджоем. Серсея Ланнистер – высокая, красивая женщина. Восседает на Железном Троне, и понятно, почему руки у нее в огне. Вспомните, как она подвергла священное место Дикому Огню. Таким образом, положение королевы Серсеи Ланнистер будет весьма печальным в новом сезоне. Отобрать у нее власть собирается Дейнелис Таргариен, которая наконец отправляется в Эстерос. Ее поддерживает Простор и Дорн. Она объединила всех холосары и ведет их в бой. Ей верны безупречные. Три ее огнетущих дракона заметно подросли. Флот Железнорожденных под руководством Яры и Туона также выступают вместе с ней. И, что немаловажно, Десница Королевы – один из самых умных и начитанных людей в Эстеросе – Тирион Ланнистер. А что есть у Серсеи? Королевские западные земли. Скорее всего, Железные острова и речные земли, если только там не началась борьба между потомками Уолдера Фрея. Долина Аарон и Север точно не поддержат ее и, скорее всего, вообще не примут ничью сторону в этой битве королев. Предпочтят сосредоточить свои силы для грядущей войны с Белыми Хатаками. Дорный простор присыгнули Дейнелис. В общем, правление Королевы Серсеи будет кровавым, тоталитарным и, скорее всего, очень недолгим. Ждем исполнения пророчества Мэгги-лягушки в седьмом сезоне. Я уже говорила в нескольких видео, что Валанкаром, который убьет Серсею, станет ее брат-любовник Джейми. Повторится история с Безумным Королем. Джейми будет пытаться образумить обезумевшую Серсею. Уж он-то должен знать, что им не выстоять с одной лишь армией Ланнистеров и золотыми плащами. Как и в случае с Эйрисом, Джейми потерпит неудачу и будет вынужден убить безумного правителя. Разница лишь в том, что в этот раз, наверное, никто не будет оскорблять его, называя цели убийцы. Серсею никогда не любил простой народ, и ее предки не правили 300 лет семью королевствами. Переходим в личные земли. Как мы знаем, персонаж Бессердечный никогда не появится в сериале. Эту информацию официально подтвердил Джордж Мартин. Но грех было бы не экранизировать хотя бы часть Линии Бессердечной в седьмом сезоне. И хоть Кейтлин Старк не вернется, у нас есть другой женский персонаж из дома Старк, который на данный момент находится в Речных Землях и вершит самосуд над Фреями. Мне кажется, как минимум половину нового сезона Ария Старк проведет в Речных Землях, ей отдадут линию Бессердечной из книг, и она будет убивать Фреев и Ланнистеров. Думаю, ее сюжетная линия будет включать в себя встречу со многими другими персонажами. Ну, во-первых, в Речных Землях сейчас находится Братство Беззнамен и ее старый знакомый Пес. Во-вторых, мы не видели, как Бриенна и Подрик вернулись на север, а значит, они все еще находятся в Речных Землях. Это особенно интересно, учитывая, что в последней книге Бриенна встречается с Бессердечной. И та ей не особо рада. В-третьих, думаю, что Мелисандра направится именно в Речные Земли после изгнания Джоном Сноу. Тогда сбылось бы предсказание красной женщины о том, что они с Арией еще встретятся. В сериал даже может вернуться Джендри, и мы наконец узнаем, куда он все-таки уплыл на своей крошечной лодке. Джордж Мартин сказал, что в книгах Джендри еще вернется и встретится с Арией, так что не исключено, что в сериале будет то же самое. К тому же в книжном списке Арии осталось немного персонажей. Серсея и гора находятся в Королевской гавани, и вряд ли Ария направится туда. Но вот берег Дандарион, Торрес из мира и Мелисандра, скорее всего, удобным образом окажутся рядом с Арией, так что возможно еще несколько имен будут вычеркнуты из списка. Насколько я помню, пес уже не числится в списке смерти Арии, а Ильна Пейна намеренно убрали создателей сериала, как дань уважения к актеру, который его сыграл, и у которого обнаружили неизлечимую болезнь. Переходим на север. Джон Сноу теперь король. У него есть армия севера, одичалый и предположительно рыцарей долины. Как я уже говорила, не думаю, что Джон будет участвовать в противостоянии Серсеи и Дейенерис. Он знает, что настоящая угроза исходит из-за стены, так что в новом сезоне мы увидим, как Джон будет готовить армию для борьбы с иными. Санса Старк будет занята проблемой с Мизинцем. Перехитрит ли она своего учителя или в который раз окажется марионеткой в его руках? Мне кажется, что в шестом сезоне мы не зря увидели восхождение Санса как политического деятеля. Она успешно добралась до Черного замка, убедила Джона отвоевать Винтерфелл, пыталась заключить союз с Бринденом Талли, что наверняка получилось бы, если бы он не был занят защитой Риверона. Именно благодаря Сансе была выиграна битва бастардов, и именно Санса скормила Рамси Болтона и его собакам. В общем, ее персонаж в шестом сезоне заметно вырос. Она уже не раздражает своей глупостью и наивностью, как раньше. Именно поэтому мне кажется, что она перехитрит Мизинца и выберет сторону своего сводного брата Джона Сноу, как бы Мизинц не пытался заставить ее стать леди Винтерфелла и хранительницей Севера. Бран, Старк и Мира Рид в конце шестого сезона оказались у стены. Скорее всего, они отправятся в Винтерфелл после того, как узнают в Черном замке, что Джон и Санса сейчас находятся там. К тому же, Бран наверняка захочет встретиться с Джоном, чтобы рассказать ему правду о его происхождении. Единственный вопрос, который у меня возникает, на Бране теперь метка Короля Ночи, которая разрушила древние чары, защищавшие пещеру Бриндена Риверса. Возможно ли, что когда Бран пройдет за стену, метка разрушит древние чары и в ее основании, таким образом открыв иным и упырям дорогу в Эстерос? Как вы считаете? Напишите в комментариях. Седьмой сезон – это совершенно новая история. Сериал уже перегнал книги. Лечу себя надеждой, что ветра зимы выйдут до мая 2017 года, но будем реалистами, это вряд ли произойдет. В Эстеросе уже нет войны пяти королей. Королей-то и вовсе нет. Есть бастард на севере, которого короновали, но у великих домов, кроме аренов, вообще не осталось наследников мужского пола. В Дорни власть захватили бастардки, грядет война двух королев. Думаю, именно этому будет посвящена большая часть седьмого сезона, и белые ходоки вторгнутся в Эстерос только в конце сезона. Таким образом, восьмой сезон, в котором будет еще меньше серий, будет посвящен войне живых и мертвых. Вот такие вот дела, друзья. А каковы ваши мысли касательно нового сезона? Падет ли стена из-за метки Брана Старка? Объединят ли Эурон и Серсея свои силы? Переиграет ли Санца Мизинца? Напишите свои предположения о грядущем сезоне в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал, новые видео уходят каждый четверг. Вступайте в группу ВКонтакте. Пока-пока!